Привет, друзья мои! Итак, кто постарше должен помнить эту дату, кто помоложе, просто послушайте. Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, гражданами Шушкевичем, Ельциным и Кравчуком, точнее лечащими врачами, Шушкевичем, Кравчуком и Ельциным, была зафиксирована окончательная смерть образования под названием Советский Союз. Он прекратил свое существование после подписания этими тремя руководителями Беларуси, России и Украины договора о распаде СССР и о создании так называемого СНГ, Содружества Независимых Государств. Сказать, что это было эпохальное событие, но оно как-то прошло вот незамеченно, вы понимаете, оно просто прошло незамеченным. Хотя это было на самом деле эпохальное событие, ну равное по своему масштабу, я не знаю, падению Константинополя или падению Римской империи, началу средних веков соответственно. Вот такого плана это событие было огромное, да, падение империи Александра Македонского. Вот такого плана, да, то есть, понимаете, была огромная империя зла. Да, у нее были и позитивные моменты, я не буду там говорить, позитивные моменты были, было, скажем так, среднее образование давали, да, всеобщее. Хотя на нем можно остановиться, что это было образование, но это факт, да, давали всем. А вот хлеба не давали, масла не давали, то есть, опять-таки, среднее образование было идеологической подоплекой такой, что, Господи, Господи, прости. Но да, была всеобщая грамотность. При этом был феодализм до 1971 года. Итак, давайте я немножечко расскажу о Советском Союзе. Почему? Потому что большая часть тех, кто на меня подписан и тех, кто меня смотрит, и не подписан. Если, кстати, кто хочет, подписывайтесь. Не хотите, не подписывайтесь, ваше дело. Тех, кто меня смотрит, они не жили в Советском Союзе и знают об этой стране только из рассказов бабушки, дедушек, мам, пап. А те, они часто рассказывают, короче, ни черта они не знают. Итак, что такое было СССР? СССР это была нежизнеспособная попытка скрестить лебедя, рака и щуку. О чем идет речь? Когда в одном государстве находятся Таджикистан и Эстония, это государство изначально обречено на развал. Не потому что эстонцы хорошие, а таджики плохие, либо наоборот. Нет, конечно. Они все одинаковые. Вопрос в другом. Они одинаковые как люди, как граждане. Но вот они имеют совершенно разную голову, совершенно разные привычки и совершенно разные обычаи и культуру. И если бы они еще были как-то перемешаны по своим, скажем так, по месту жительства, да, если бы они были перемешаны, то в этом случае было бы все хорошо. И в этом случае бы как-то там бы оно устаканилось. Но у каждого народа в СССР был худо-бедно свой ареал обитания. И у каждого народа в СССР была своя республика с главенствующей нацией. Ну, кроме России, пожалуй. И вот именно это обусловило то, что каждый народ в результате пошел в свою сторону. Потому что таджикам нравится вот такой вот стиль правления, да, там деспотический и так далее, и так далее. Но это их дело. Я не хочу вмешиваться в их. Эстонцам нравится демократия, эстонцам нравится порядок и такая размеренная жизнь. Украинцам, украинцы воины. И вообще им два украинца, восемь мнений. Так и всегда было, так всегда будет. И так далее. Все очень разные. И вот именно то, что у каждого из народов была своя абсолютно разная история, своя абсолютно разная культура, свои абсолютно разные обычаи, не имеющие вообще ничего общего друг с другом, то вот это вот попытка их идеологически каким-то образом скрестить и вывести единую нацию совков, то есть людей без лица, людей без прошлого, людей без народа, людей без гордости, которых объединяет только любовь к водке, а больше кроме водки ничего не объединяло, то вот несмотря на 80 лет репрессий, на 80 лет расстрелов, на 80 лет гулага, психушек и всего прочего, и феодализма, об этом я еще расскажу, это дело развалилось. И когда в 91-м году Шушкевич, Кравчук и Ельцин подписывали вот этот вот договор о прекращении, так сказать, бренного существования СССР и возрождение СНГ, точнее зарождение СНГ, знаете, сколько людей вышло в защиту СССР? Вот в стране тогда с населением, если я не ошибаюсь, 250 миллионов человек. Я вам скажу, сколько человек вышло в его защиту. Ноль человек. Ни одной демонстрации, ни одного чего-то хотя бы митинга, никаких попыток защитить это образование, ничего. Как говорится, помер и хрен с ним. Вот было отношение этих 250 миллионов человек, и оно настолько красноречиво, что как бы и обсуждать тут нечего. Почему я говорил о феодализме? Все довольно просто, друзья мои. В СССР до 1971 года сохранялся феодальный строй. И вот о чем идет речь. Речь идет о том, что колхозники, то есть жители сел, потому что в то же время, вы прекрасно понимаете, фермеров не было. Фермеров всех в СССР уничтожили с 1927 по 1937 год. Я имею в виду физически уничтожили. Остались только вот такие, вот знаете, серенькие колхозники, ни на что абсолютно не способные. Способные только на то, чтобы выполнять приказы и участвовать в социалистическом соревновании, результатом чего был постоянный дефицит продуктов. Ну, я не о дефиците продуктов. Дефицит был на все, не только и на продукты. От обуви, одежды до еды. На все дефицит был. Абсолютно все. Колбасу у Ивана Ивановича. Кто постарше, спросите у мамы, у бабушки. Они вам рассказывают, что такое было купить сухую колбасу в Советском Союзе. Так вот, до 1971 года в СССР сохранялся феодальный строй. Почему? У колхозников, то есть у жителей сел, у всех, не было паспортов. Вообще не было. У них была книжка колхозника с трудоднями, там, то, что им писали. Некая такая, знаете, аусвайс раба. И он не давал возможность покинуть колхоз. То есть ты мог съездить, конечно, в город по какому-то там причине, но ночевать ты должен был вернуться назад, колхоз. У тебя не было возможностей остаться в городе, работать в городе легально. Ну, были некоторые моменты, когда раб мог сбежать из колхоза. Или крепостной. Правильно я говорю, все-таки крепостные, потому что рабам не давали заводить семьи, а крепостным давали заводить семьи. Они не могли покидать феодала. В Советском Союзе они могли заводить семьи, но покидать феодала, то есть свой колхоз, они не могли. Были несколько моментов, уловок, которые позволяли покинуть колхоз. Это поступить в ВУЗ после армии, это выйти замуж, жениться. Ну, то есть вот такие вот моменты, да, как-то там. Или по коммунистической какой-то там путевке поехать на какую-то стройку и где-то там уже затесаться, затеряться, каким-то чудом получить паспорт, выкрутить, вымутить и вот остаться в городе и избавиться от книжки колхозника. А так, до 1971 года в стране был феодализм по полной программе. И вот, собственно говоря, так, да. В 1971 году им начали выдавать паспорта вместо книжек колхозника. На секундочку, да? А еще через сколько там, 18 лет совок рухнул окончательно. Вот такая была страна. Это была страна всеобщего дефицита. То есть невозможно было купить ничего. То есть деньги были на руках, им платили. Конечно, нищенские абсолютно там 100 рублей зарплаты, 180. Кто, конечно, были такие, кто по 600 получал, но эти работали на севере в таких условиях, что больше 45-летних никогда в жизни не жили. А так вот обычно, знаете, даже такое было проклятие, чтобы ты жил на одну зарплату. Да, то есть на зарплату прожить было. Не, ну как, можно было, но почему? Потому что в магазинах нечего было купить. Очередь была на все. Я же говорю, даже вот такого были деньги, машину было купить нельзя. Ничего нельзя было купить. Лодочный мотор нельзя было купить. Елки-палки. Вы о чем? Все, понимаете, все не давали, а выбрасывали. Все доставали. Не было понятия купить. Было понятие достать. Потому что ничего в магазинах не было. В магазин заходишь, а там где-то вот они были. Их такие, знаете, большие эти гастрономы были тогда. А на полках, получается, стояла сгущка. Как сейчас помню, сгущенка стояла, уверенно так. Под конец СССР, уже когда судороги пошли, морская капуста стояла. Вот это водоросли такие. Бутербродное масло сливочного не было. Что еще было? Подсолнечного тоже не было. Я уж не помню. Ну вот, а, туалетная бумага не всегда. Туалетная бумага по блату. А знаете, как получалось, когда ты сдавал макулатуру, ты мог пойти, там были специальные пункты, нужно было сдать макулатуру, чтобы получить, например, что-то такое дефицитное. Да, ты мог купить то ли туфли какие-то. Иногда брали на размер меньше, размера не было, например, да, приходилось ногу втискивать. У меня у самого когда-то такие туфли были на размер. Они были приличные. Они были польские, но они были на размер меньше. Как сейчас помню, их светлые такие, замечательные. Я их шваброй растягивал, чтобы можно было туда ногу засунуть. Все равно очень сильно жало. Советские же не будете носить, выглядеть каким-то совсем уже уродом. Вот. Так можно было, например, когда человек сдал много макулатуры, у него была возможность купить что-нибудь хорошее домой. И часто можно было видеть советского человека, идущего домой. У него тут портфель с его вещами, тут у него авоська с картошкой, а на шее у него 20 рулонов туалетной бумаги, набечевкой. И все ему завидовали, потому что у него есть туалетная бумага. Представляете как, да? Вот. Вот в этой туалетной бумаге на шее, да, вот как знаете, вместо золотой медали Олимпийцы заключался весь Советский Союз. То есть, эта страна была жутчайшая. Я уж, я не хочу сейчас рассказывать за гулаги, за психушки и так далее, и так далее. Об этом все читали, читали Солженицына, я так надеюсь. Имеете представление, что такое была репрессивная карательная система в Советском Союзе, как она расправлялась с инакомыслящими. Это отдельная история. Отдельная история, как СССР себя вел в войну до войны и после войны. Как он с Гитлером сотрудничал, что это был самый большой союзник Гитлера поначалу. Что они вместе напали на Польшу с двух сторон. Что они вместе начали Вторую мировую войну. Об этом можно долго говорить, это не предмет этого видео. Расскажу еще одну смешную вещь, как советских людей пускали за границу когда-то. Это была отдельная песня. Вообще. Так, чтобы уехать за... Не уехать, а уехать в турпоездку. Уехать за границу это отдельная песня об этом отдельное видео. А вот просто съездить за границу хотя бы отдохнуть. Во-первых, ты не мог поехать ни в какую капиталистическую страну. Забудь. Можно было поехать в социалистическую страну, например, ну, для начала все ездили в Болгарию. Ее считали почти Советским Союзом. И вот туда выпускали по большому углу. Надо было собрать правсоюзную характеристику, камсомольскую либо партийную характеристику, рекомендацию для того, чтобы туда поехать на недельку. Обязательно нужно было оставить заложников. То есть, если ты одинокий, забудь. Не поедешь. А вот если у тебя есть жена и дети, они остаются заложниками в Совке, а ты едешь на курорт в Болгарию. В Болгарию. Это ж елки-палки. Оттуда можно было привезти джинсы Рила. Ужасные, страшные, но елки-палки. Это были джинсы. Джинсы это было мечтание Советского Союза. Это была мечта. Джинсы и жвачка. Когда ты давал советскому человеку джинсы и жвачку, он был готов продать не то, что одну родину, он был готов продать и родину Сталина, Ленина, Брежнева и всех остальных вместе взятых. ЦК КПСС. Вот это вот вспомнить. А, да. Так вот после Болгарии, если вы вернулись нормально, из Болгарии там не напились, не изменили родине, еще что-то, еще что-то. Вас пускали, могли второй раз, если у вас, конечно, были деньги, пустить уже в Югославию. Это была полукапиталистическая страна и туда пускали с большой опаской советского человека, потому что он мог увидеть то, что ему видеть не положено. Вот если вы съездили еще и в Югославию, у вас еще остались деньги, ну, таких было уже вообще 0,0,0,0,1 процента, вы могли поехать потом, собрав все, конечно, характеристики, рекомендации, с завода, с работы, откуда-то еще, вы могли поехать, о господи, во Францию. Это было доступно одному из полумиллиона советских людей, но вот это как было выиграть лотерею. И вот тебя отпускали во Францию, либо же ты, например, как советский моряк, это вообще был суперблат, гиперблат, ты тоже мог попасть во Францию, ну, сойти с корабля, там еще что-то посмотреть, одно только оно. А вы знаете, как советских людей отпускали в капиталистических странах на берег, либо моряков, либо вот летчиков, либо туристов, которых были там единицы, тем не менее они были. Рассказывают, только втроем, только втроем. Значит, они шли втроем, и двое отвечали, каждое двое отвечали за третьего. Если кто-то из них убегал, вот этим двоим потом делали вырванные годы, им семьям тоже, и заложникам, которые, вот этого чувачка, который сбежал на запад, тоже вырванные годы делали потом в совке. Вот такая была, ребятки, страна. А знаете, какие были самые престижные профессии в этом, знаете, такое хорошее, сраное сово, господи, прости, но такое выражение, но вот оно такое, да, какое оно есть. Я вам скажу, какие были самые престижные, значит, профессии в Советском Союзе. Самая престижная, пожалуй, была валютная проститутка, у нее было, все девочки мечтали быть, ну, или очень многие, почему, потому что у нее был доступ ко всем прелестям, от презервативов до жвачки, до джинсов, да, фарцовщик, это был, это был человек высокого полета, к нему на поклон ходили все, который перепродавал, да, какие-то вещи, где-то как-то отхапанные у западных туристов, вымененные на что-либо. И очень престижный мясник, например, да, вот он мог, поскольку мяса же не было, на базаре оно стоило сумасшедшие деньги, то есть там килограмм мяса ползарплаты стоило, поэтому все было проблематично купить, вот мясник, который это мясо рубал, это был действительно человек, это была величина, вот, и, конечно же, был такой вот незыблемый страж закона, незыблемый, супер престижный, гиперважный человек, это вот швейцар на входе в гостиницу, вот это была величина, и то же самое швейцар на входе в ресторан, вот это был большой человек по-настоящему, кстати, официант тоже был большим человеком, почему, потому что он тебя мог пустить в гостиницу, в ресторан, а мог и не пустить, он на тебя смотрел сверху вниз, на тебя на букашку, инженеришку вонючего какого-то там, или авиаконструкторишка какого-то, который посмел подойти к его величеству швейцару в гостиницу, он тебя смирял взглядом сверху вниз, и потом решал твою судьбу, или ты заходишь, или ты бы шел вон, куда подальше, а здесь у нас форца сидит. Вот таким вот образом, друзья мои, страна, в которой хорошо жилось стукачам, страна, в которой хорошо жилось мясникам и швейцарам в ресторанах, не могла долго просуществовать. Эта страна закономерно прекратила свое существование, и ни один человек не вышел в ее защиту, но кроме Путина сейчас и хрен с ней.